Арион! Намасте! Намасте! Добрый день! Шлем вам привет из Сочи в Нижний Новгород! Намасте Андре и Светлана! Спасибо вам, что вы снова пригласили нас в вашу школу Мирайя! Я так счастлива снова быть с вами! Я во сне видела, как мне посетить Нижний Новгород! Карантин создал такие условия, что мы снова с вами встретились, пусть и в онлайне! Завтра у нас Международный день йоги и мы начинаем уже сегодня к нему готовиться! Я всех вас поздравляю с этим Международным днем йоги! Вы, может быть, заметили, что в эти трудные времена коронавируса йога нам сильно помогла! Поэтому это для нас большой праздник, выход из карантина вместе с йога днем международным! Прямо сейчас я нахожусь в Лоу, это рядом с Сочи, и мы здесь живем в йога ашраме, йога как филиал йога дхам ашрама! Я немного расскажу о себе для тех, кто еще со мной не знаком! Я живу в Гималаях, в штате Химачал Прадеш, в Индии, деревня называется Нагар! Это место, где жил Николай Рерих свои последние довольно много лет жизни! Я живу в древнем храме, я принадлежу семье Брахминов священников, мой отец священник в этом древнем храме и все мои родственники тоже служат в храме! И йога для нас это как стиль жизни, это не практика, которую мы изучаем, а это жизнь, которой мы живем! И я сегодня решила поговорить о такой теме, как связано практике базовой йама-нияма йоги с тем, как гармонизировать чакры! Если вы знаете о Аштанга-йоге, то есть 8 шагов йоги! Как вы наверняка знаете про Аштангу-йогу, в которой указаны 8 шагов йоги! И вы наверняка также знаете о святом Махариши Патанжали, который в свое время много-много лет назад записал йога-сутры, в которых он описал эти шаги и практики йоги, чтобы мы в современном мире тоже могли использовать эти знания и практиковать их! Большинство людей начинают йогу сразу с третьего класса, сразу идут в асаны, это тоже хорошо, но нужно понимать, что существуют еще первые два класса, которые тоже нужно практиковать! Потому что нужно понимать, что мы живем в обществе и что нам нужно уметь дисциплинировать себя, уметь жить в обществе! И первая ступень йоги, вы тоже об этом наверняка знаете, называется йама, которая учит нас, как жить в обществе, так, чтобы мы жили в гармонии все друг с другом, в мире и в дружбе, и в любви! И эти практики также важны, как и все более продвинутые, потому что только лишь практикуя эти базовые принципы йама и нияма, мы можем гармонизировать состояние своих чакр, свою собственную энергию, это нужно в первую очередь нам! Я сделала для этого прекраснейшую таблицу, возможно вы не сможете ее рассмотреть, и более что она на английском языке, то все равно вы можете понять принцип, что в первом столбце написаны названия всех чакр, с первой до седьмой, потом написаны принципы ямы и ниямы, к какой чакре относятся, затем идет... Потом идут перечисленные органы чувств, как связаны органы чувств с практиками яма-нияма и с чакрами, и как наши действия, наши движения, наши проявления в мире с этим связаны, то есть можно видеть, что это все очень тесно взаимосвязанные вещи. Это на английском, но мы сейчас расскажем это по-русски. Да, мы конечно же знаем, что вы все очень продвинутые практиканты, и много знаете про чакры, и про то, как их гармонизировать, но мы немножечко повторим. Известно, что в теле есть 72 тысячи энергетических каналов, и эти чакры это как энергетические узлы, развязки энергетические в нашем теле. Это можно сравнить с электричеством, с электрическими проводами. Чакры это места, где собираются все провода в коробочке, и разводятся. И это место, где находятся пробки, все провода сходятся вместе, и место, откуда мы контролируем разводку всего электричества. Если эти места соединения не работают, значит, нарушения происходят во всей системе электричества, также и в теле. Санскрит word, чакра, is also explained in English, like a vortex, or the wheel, running wheel. И также чакры на санскрите называются колесо. Каждая чакра отвечает за свои функции. И мы начнем с базовой чакры Муладхар. Муладхар чакра отвечает за наши ощущения устойчивости и стабильности. Нашу связь с семьей и с обществом. И если у вас негармонична эта чакра и несбалансирована, то вы можете чувствовать неустойчивость, нестабильность, от этого у вас появляются страхи, волнения, тревоги. Эта чакра больше связана также с материальной жизнью, потому что она соединена с элементом земля. И теперь, как связаны принципы базовой йоги с чакрами? Вот первый принцип ямы – это ахинса, что переводится как «ненасилие». И это ненасилие связывается с нашей энергией Муладхар чакры. Все эти действия наши, какие бы мы ни совершали, они влияют на состояние нашего ума. То есть нужно понимать также, что ахинса – принцип «ненасилие». Мы должны следовать ему на трех уровнях – в мыслях, в словах и в действиях. И это позволит нам переменить состояние нашего ума из невежественного в страстный и в благостный. И тогда это повлияет напрямую на состояние нашей Муладхар чакры. Почему мы бываем тревожны? Почему у нас есть страхи, волнения? Потому что если мы не чувствуем стабильности, устойчивости, у нас нет уверенности в себе. И тогда мы ищем способы защититься. И тогда мы можем травмировать кого-то, создавать насилие, действовать насильственно, лишь для того, чтобы уменьшить свое состояние страхов и волнений. И мы начинаем травмировать насилие, общество, только для наших нуждей. Люди, желая защитить себя, даже на эмоциональном уровне, они начинают травмировать окружающий мир, природу, окружающее общество. И все это делается всего лишь из внутреннего страха. Желание защитить себя, чтобы получить стабильность и устойчивость. Эта агрессия в форме насилия проявляется наружу для того, чтобы защитить себя и получить устойчивость и стабильность. И это напрямую связано со страхами. Или вам приходится что-то скрывать или говорить какую-то ложь. Вы что-то делаете, не можете кому-то сообщить о том, что вы скрываете это, не можете открыто что-то делать. И тогда у вас возникает внутри стресс. Стресс и страх от этого. Когда мы принимаем за норму, что не насилие это норма жизни, причем обращаем внимание, что это делается и в словах, и в мыслях, и в действиях, мы применяем этот принцип. Тогда мы уменьшаем наше внутреннее состояние, тревоги, волнения. И тогда гармонизируется наша Мулатхар чакра. Give to the nature. Serve to the nature. Мы приучаем себя вместо того, чтобы травмировать природу, а в большой степени травмируем, мы травмируем именно природу. Если мы приучаем себя давать природе, отдавать ей, служить, а не травмировать ее и брать все, что нам надо. И смотрите, природа настолько мощная, она просто закрыла нас по домам во время коронавируса, потому что она устала от того, что мы постоянно хотим что-то у нее взять. Мы все время что-то у нее берем, чтобы обеспечить свое состояние, какое-то мнимое благополучие, стабильность, устойчивость. И тем самым мы ухудшаем состояние природы и постоянно травмируем ее. И все это получилось взаимосвязано одно с другим. Мы все время потребляли, потребительски относились к природе, что-то желая обеспечить себя стабильностью и устойчивостью. А природа устала от того, что мы постоянно что-то берем и не хотим ничего давать взамен, и просто закрыла нас дома. И мы начали бояться, у нас начались волнения и тревоги по поводу нашего будущего, по поводу нашей жизни. And there were many people were calling to me, oh, now we are here, inside the room, and we lost our job, how we will get the money. But still we are surviving, we should understand that we are surviving, we are boring, but we are surviving. Nicely there is not important of the money. И было у нас много людей, которые звонили нам из разных городов и говорили, что вот мы потеряли работу, мы сидим дома, мы боимся, что будет, как мы будем жить, как будет, что будет с нашим будущим. Они были в большой волнении и тревоге. Но видите, мы живы, и все в порядке, все хорошо. Но вместе с тем природа заметили, как она почистилась. И за это время мы не имели возможность наносить вред природе, потому что мы все сидели дома, и природа вздохнула, наконец, свободно. Это лишь один из примеров, как работает этот принцип ямы Ахинса, не насилие. Но нужно понимать, что нужно, вот особенно после вируса, мы получили этот урок, и мы можем теперь осознанно относиться к своим действиям и думать всегда, прежде чем действовать. Проявляем ли мы к какому-то живому существу или природе насилие в мыслях, в словах или в действиях? And it is also related with this niyama. Niyama means self-discipline. It is the first shau-cha, cleaning-ness. Yes, it comes also related to your muladhara chakra. И эта же chakra связана и с принципами niyama, чистота, сауча. Сауча means the purification of your inner self. Это в первую очередь значит очищение себя. Purification of your mind, external society, natures, all this comes in this. If you are purifying, your mind is pure, you will be non-violence. Но очищение это тоже комплексное понятие и в мыслях, и в словах, и в действиях чистота, и у нас внутри чистота, и мы поддерживаем чистоту вокруг нас, в природе и в атмосфере. Когда мы поддерживаем эту чистоту, мы также не проявляем насилие. Мы хотим только улучшить состояние всего, что вокруг нас и внутри нас. И когда мы практикуем эти вещи, то мы убираем из себя состояние невежества и состояние страсти. И это помогает нам выйти на уровень благости. И тогда у вас уменьшаются страхи того, что вы можете что-то потерять, что у вас чего-то не будет, и вам будет от этого плохо, и вы теряете устойчивость и стабильность. Then comes second chakra, Swadhishtana. Вторая chakra, Swadhishtana chakra. What is this Swadhishtana chakra? Что это такое? За что она отвечает? Swadhishtana chakra, it is responsible for our enjoyment, creativity, expansion and growth. Это чакра, которая связана с такими нашими энергиями, как творчество, радость, расширение, рост. Here it is related with this Swadhishtana chakra, Brahmacharya. С этой синергии этой чакры связана принципом Брахмачария. And self-discipline from the Niyama. А из ямы, а из не ямы, это самодисциплина. Why this salivacy is related with Swadhishtana chakra? Брахмачария, как она связана с Swadhishtana chakra? Because we have lots of energy which is in our Swadhishtana chakra, and we just best our energy. What is this Brahmacharya? Controlling on your sensual desires and uplifting them. Brahmacharya – это принцип, который позволяет контролировать нам наши чувственные желания, сексуальные желания, в том числе желания, исходящие из органов чувств. Мы учимся их контролировать, чтобы не идти на поводу у них, а наоборот держать их в узде, быть, руководить ими. It is not like that, that we should like stop the sexual desires or like this. You can enjoy everything. But there should be a discipline in that. That is why self-discipline is their tapas. So if you have self-discipline and Brahmacharya, you can uplift your energy, and you can expand your creative energy. Use this energy to your creations. You have lots of creativity within you. И когда вы перестаете потакать своим чувствам и разбрасывать свою энергию на то, чтобы удовлетворить одно или другое чувство, у вас накапливается энергия, которую вы можете прекрасно использовать для творчества, для расширения своего процветания и развития. По ведической философии у нас в Индии жизнь делят на четыре периода. Мы их называем ашрамами. Брамачария, Гриаста, Банапраста и Саньяса. И первый период жизни называется так же Брахмачария, как и принцип Ямы. И вот этот период Брахмачария, он относится к возрасту от 5 до 25 лет. Это возраст, когда человек должен изучать, из чего состоит этот мир, правило, по которому в нем жить, как управлять своими чувствами, как управлять своей энергией, использовать ее в нужном для себя русле. Это время, когда детей отдавали в школы, в ашрамы, в монастыри, чтобы они учились, получали знания, учили контролировать свои чувственные желания, учились, как жить в этом мире. Причем не только в духовном, а и в материальном. Все аспекты давались. И когда человек заканчивал этот период Брахмачария, то он знал, как использовать свою энергию, что это такое, как с ней действовать. Поэтому можно это расценить как тапасья, это один из принципов йоги тоже, самодисциплина. Но это не то, что 25 лет вы были на самодисциплине, чему-то учились, 25 лет исполнилось, и все, что вы начали жить на полную катушку. Это правило, которое действует всю жизнь. Если человек выбрал для себя путь йоги, им он подходит, то это важный принцип самодисциплины и Брахмачария, контроль органов чувств. Дальше следующая чакра, это манипур чакра, пупочная чакра. Манипур чакра is responsible for your self-confidence, wisdom, and also it can increase your ego. Это чакра, которая связана с self-confidence, с самоуверенностью, с мудростью, и она также может увеличить ваше эго. И также эта чакра известна как центральное место, где собираются все каналы, узел. Узел всех энергетических каналов и контроль праны, жизненной энергии. Это также чакра, с помощью которой вы можете получать знания. И на этом уровне у человека может очень сильно подскочить эго. И если связывать с базовым принципами йоги, то это... Это не принцип «не укради» из ниямы, из ямы. И самообучение это из ниямы. Почему эти принципы связаны с пупочной чакрой? Когда человеку очень много знает, то он получает много знаний, у него есть такая потребность при гармоничной манипур чакре. У него возникает гордыня, что я знаю больше, чем другие, я лучше других. И такие люди могут постоянно рассказывать, делиться своими знаниями, независимо от того, кто-то хочет этого или нет. Они просто навязывают свою точку зрения. А принцип «не укради», как он с этим связан? А так он связан, что «не укради время другого своими разговорами». Принцип «не укради» тоже должен выполняться на трех уровнях, словах, мыслях и действиях. Поэтому очень важно анализировать, что вы говорите. Нужно ли людям это то, что вы говорите, не тратьте их время, свое время на то, чтобы говорить какие-то ненужные вещи. А что такое самообучение? Нужно постоянно развиваться и постоянно отслеживать, что нужно обществу, что нужно мне в данный момент, чему я могу научиться. Самообучение относится как к чтению духовной литературы и духовных лекций, так и к самоанализу, проводить самоанализу, что нужно, на какой стадии я сейчас нахожусь, куда я иду. Когда вы гармонизируете Манимпур чакру, у вас начинается подъем энергии. Если вы сможете балансировать ваш эго. Но в этот момент важно гармонизировать свое эго. Поэтому очень важно соблюдать эти принципы ямы и не ямы, самообучение и принцип «не укради». Дальше сердечная чакра. Это чакра связана с эмоциональностью. Она связана с желанием любить, любовью, и также со страхом потерять любовь, доброта. И если у вас гармоничная эта чакра, открыта, то вы можете чувствовать эти ощущения счастья, любви, радости. Но если она у вас не гармонична, закрыта, то вы, наоборот, боитесь себя раскрыть, боитесь проявить себя. У вас страхи эмоциональные и в области любви. Боитесь потерять любовь. Здесь мы связаны с принципом ямой-апариграха. Это значит ненакопительство. Сам этот принцип значит, что мы не должны собирать все, что нам не нужно. И к этому принципу добавляется принцип «не яма», самоудовлетворенность. Надо понимать, что Бог нам дал больше, чем нам надо, и что мы очень богатые люди, и мы должны быть удовлетворены этим, тем, что мы имеем. Посмотрите на Матушку-Землю. Она ничего не ожидает ни от кого, но постоянно дает, дает и дает. Посмотрите на деревья, они дают нам тень, они дают нам свежий воздух, фрукты, плоды. Они никогда не ожидают от нас ничего взамен, это наша обязанность что-то им дать, но они никогда не просят, деревья никогда не просят нас ни о чем. Также и воздух. Воздух очень важен, он просто может давать нам прохладу, может просто давать нам кислород. И это для нас большие учителя, что мы должны учиться давать другим что-то, не ожидая получить взамен. И если вы кого-то любите и ожидаете, что этот человек что-то вам должен, вы хотите что-то от него получить, то это уже не любовь, это уже просто привязанность и ваше желание. И когда вы смешиваете эти понятия, ваше желание чем-то обладать, кем-то обладать, принимая это за любовь, то это дисгармоничное состояние анахат чакры, сердечной чакры. Нужно учиться принимать все, что перед вами происходит, и позитивное, и негативное, принимать это. И если что-то негативное возникает перед вами, обычно это приносит неприятности, недовольства, то нужно понимать, что это результаты моей кармы, что я пришел в этот мир именно поучиться, как отработать эти уроки, как улучшить себя, и не ожидать от других чего-то взамен. В основном нам нужно обращать внимание на 5 первых чакр, это чакры, которые влияют на нашу жизнь. И среди этих чакр у нас осталась вишудхи чакра, горловая чакра. И горловая чакра связана с способностью коммуникации, самовыражением. И если эта чакра гармонизирована, хорошо работает, то человек выражает себя ясно в обществе, ему легко коммуницировать с другими людьми. Если же эта чакра пробуждена, то автоматически у человека пробуждаются внутренние знания вед, древние знания о мироздании. И также эта чакра связана с принципом ямы, правдивость. А в нияме это принцип посвящения, служения Богу. Нам нужно понимать, что такое реальность. Нам не нужно создавать иллюзию, мы должны выражаться в простоте, говорить вещи, которые действительно являются правдой. То есть слова должны быть наполнены, подкреплены вашими мыслями и действиями, а не быть просто пустыми словами. Показывайте себя одинаковыми, как внутри, так и снаружи. Я могу видеть людей, которые еще не стали на путь йоги, что они внутри думают одно, что одно их беспокоит, а снаружи они показывают что-то другое. Это в общем происходит со всеми нами. Например, если к вам часто приходят гости куда-то, и вы вдруг устали от того, что так много людей к вам приходит. И вы внутренне говорите, «О, я не хочу этого, я так устала». И вы внутри недовольны совершенно, а снаружи вы не хотите показывать это, вы делаете улыбающуюся лицо и говорите «Здравствуйте, заходите, пожалуйста». Better than this, you can just pretend say to yourself, like truly from inside, but you feel, you can simply say to a person that, «О, I am so tired, so maybe we will meet next time». Может быть стоит попробовать все-таки сказать правду, что я так устала и что я бы хотела побыть одна сегодня. И делитесь знаниями, которые вы прочувствовали, которые являются действительно правдой или информацией, которая известна, что является правдой. Не говорите какие-то пустые вещи, не тратьте время, не сообщайте ложь. Передавайте знания, которые вы проверили, которые работают и которые полезны другим. And also, whatever you are doing, do for the sake of the God, you will see how built in your life will come. И все, что бы вы ни говорили или делали, создайте внутри такую установку, что вы это делаете для Вселенной, для Бога. И тогда вся жизнь станет для вас окраситься другим цветом. When you think that there is I am the creator, I am the doer, why that time there becomes lots of disturbation in your mind? Когда вы думаете, что это я, я создатель всего, я это делаю, я деятель, то вам приходит много чего-то, что вас беспокоит, вы не находите гармонии в жизни. Вы дайте себе установку, что вы проводник энергии Бога на земле, что вы делаете, вы его руки, вы делаете что-то во имя его, от его имени. И так, с помощью этой практики вы можете сбалансировать, сгармонизировать горловую чакру. All these five chakras activity, what we do, it influence our agne chakra. Agne chakra is related to your mind. Когда мы прорабатываем все чакры, то энергия влияет на agne chakra. Точка между бровями, она связана с состоянием ума. Because all activities go through our senses, to our mind. Почему? Потому что все, что мы делаем, связано с нашими органами чувств. И когда мы получаем из окружающего мира реакции на органы чувств, эта информация поступает в ум. И ум передает в обратную сторону информацию в чакры, передает инструкции, и мы начинаем действовать в соответствии с этой инструкцией, в соответствии с тем, что сообщил нам ум, получив информацию от органов чувств. И далее снова идет эта информация, передается в органы чувств и в органы действия, и мы начинаем действовать в соответствии с этим. So it's in your hand. Whether you want to keep yourself in harmony, peace and happiness, you should follow the yama and niyama, you will automatically balance your chakras. Поэтому это как раз находится в наших руках. Если мы следуем правилам ямы и не ямы, мы повышаем свой уровень благости, и это дает команду в мозг другую, чем если вы не следуете этим принципам, и соответственно вы начинаете реагировать на окружающий мир по-другому. Вы получаете информацию в чакры, в энергетические каналы, которые двигают вашими действиями уже исходя из других принципов. So there is no need to do like we are doing ok, we are doing asana, pranayama, these are the next level. We should do this. What? Follow this yama and niyama, you will see the changing in your mind. Хорошо, конечно, что вы делаете асаной pranayama, третий, четвертый уровень, да, но нужно делать так же первые два, и это очень сильно влияет на состояние нашего ума и на состояние нашего взаимоотношений с от окружающим миром. Because many people, they are practicing very hard asanas, doing lots of, but their mind condition is not stable. Я видела много людей, которые практикуют асаны, но у них состояние ума остается нестабильным. Two hours yoga doing, then after that the same mind condition. This is... I cannot say that it is achievement. It is okay for physical body, it's very good. 2 часа люди позанимаются йогой в зале, потом выходят, и у них то же самое состояние ума, они также реагируют на жизнь, как и раньше. Это хорошо для физического тела, да, для пранического тела, и для пранического тела это тоже хорошо. Более тонких уровней тела, умственное, интеллектуальное, тело, которое связано с блаженством, с Богом, с душой, этого недостаточно. Нужно практиковать эти принципы, чтобы повышать свои вибрации. So I recommend, please read about yama and niyama nicely, and utilize in your day-to-day life. Do the practically. Поэтому я бы хотела вам предложить повнимательнее поизучать эти принципы yama-niyama, они более глубокие и более многосторонние, и следовать, пробовать, применять их в жизни, каждую минуту жизни. Я дала вам просто правые точки, на что это влияет, как это связано с нашей жизнью, а вы можете дальше, пользуясь принципом самообразования, niyama, изучить это глубже и поменять в жизни. Start with the first principle of yoga, the ahinsa, non-violence. You will see within 21 days, you do it 21 days, you will see the changing in your mind. И не нужно сразу брать много, все принципы, просто возьмите один принцип ahinsa, ненасилие в словах, в уме и в действиях. Попробуйте 21 день понаблюдать за собой именно в контексте этого принципа. И посмотрите, какие изменения с вами произойдут, что вы обнаружите. Конечно, это влияет не только на муладхар чакру, это влияет на все остальные чакры тоже. Но есть какие-то более серьезные влияния, например, это вот на нижнюю чакру муладхар. Мы хотели вас немного вдохновить на практику яма-ниямы, немножко рассказали об этом. Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв, потом у нас будет в кагте йога, а именно пение мантр и йога-нидра. This is very important. 10 minutes left. Сейчас у нас без 10-12, без 10... 1, 20. Сейчас у нас час 20, в час 30 мы снова с вами встретимся. 10 minutes break, then we will come back again with intensive yoga. Say hello to Andrey, he was here. Namaste, Andrey, thank you very much that you invited me. Хотим еще раз сказать спасибо Андрею и Светлане, что пригласили нас. Очень рады участвовать в вашей программе. Всех поздравить с Международным Днем Йоги. Да. to everybody. Happy International Yoga Day. Счастливо вам. Be positive. Be happy, be in harmony. Будьте счастливы, позитивны, живите в гармонии. And after 10 minutes, we will meet again. And then we will do something new. И поделаем что-то другое. Удачи, Андрей, и вам. Андрей, вас. They say, maybe I should not stop.